Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин, и наконец-то наступил тот момент, когда мы с вами вновь можем начать путешествовать по России. Сзади меня находится автобусный вокзал, на который, собственно, я и направляюсь, и прямо оттуда я поеду в Псковскую область, в поселок Идрица, для того, чтобы показать вам эту глубинку. Поеду я туда не просто так, там меня встретит человек, которого вы все хорошо знаете, про него был снят целый ролик у меня на канале, поэтому, если есть мысли, что это за человек, welcome в комментарии. Собственно, ехать нам больше 10 часов, автобус будет какой-то двухэтажный, посмотрим, как там внутри, посмотрим отель в этом поселке. В общем, покажу вам все как есть. Настоящая русская глубинка, настоящий тревел, влог, блок или путешествие, называйте как хотите. Погнали! Если вы никогда не были на вокзале, то вот, пожалуйста, вот так вот выглядит вокзал. Продают, как всегда, всякие печеньки, то, чем можно, в общем, неплохо так травануться. Сувениры по цене очень большой, необычные всякие штуковины, которые обычно привозят гости из больших городов, потому что забывают что-то купить в нормальных магазинах и покупают уже здесь. Ну, в общем, сами все видите. Как говорится, всякий шлаг продается здесь. С этого вокзала можно уехать в Великие Луки, даже в Ярославль, Череповец, Чебоксара. В общем, если вы из какого-то из этого города, обязательно пишите. И, возможно, именно в ваш город я приеду в следующий раз. Нам с вами обещают два этажа комфорта. Кафешку, вай-фай, туалет. Короче, все, что нужно, в этом автобусе будет. И мы с вами сейчас прямо в него и садимся, короче. Ну, что, друзья, я внутри. На входе не пустили какого-то пьяного мужика. Давайте сначала застегивайся. Я же тебе сказал, ты не ехай. Потом доедешь. Я сейчас полицию увижу, я тебя спрашиваю. Говори, уходи сразу. Вот такой вот автобус. Вот там, кстати, видите, есть телевизор. Не жидкокристаллический, конечно, но на нем можно играть в Денди. Народа не так уж и много. Жарко. Ну, все по классике. Вот сидение. Ну, вы сами все видите, когда-то оно было кожаным. Когда-то это было мусоркой. Когда-то это было сидением. Грязь, срач какой-то. Тут сзади есть органы управления. Это, значит, кнопка отвечает за то, чтобы в салоне был свет. Кнопка не работает. Вызов консьержки, security или бортпроводницы. Тоже подсветка. Тоже, к сожалению, не работает. Крутилка подсветки крутится, но, собственно, ни за что не отвечает в этом случае. Воздух холодный идет. Это большой плюс, потому что в автобусе реально жарко. Автобус из Санкт-Петербурга отправлялся в 20.00 и пребывал в пункт назначения в 6 утра. Ну, давайте я расскажу вам все по порядку. Пьяные мужики. Это особый вид пассажиров. Они никогда не испытывают чувство дискомфорта. Они используют соседние места как кровать и нежно спят всю дорогу, периодически падая на пол. Бабульки-путешественницы. Особый вид бабулек, у которых с собой месячный запас еды и которые на каждой кочке говорят «О, Господи!». Ну что, друзья, у нас техническая остановка в городе Луга. Пахнет поездом. Короче, как и в любом другом пригородном городе России. Собственно, как и в городе Дно, в котором я был. Поезд, вокзал, бухой народ, памятники войне. Все. Покинув Лугу, мы направились в город Псков, где на заправке нас ждала следующая остановка. К тому моменту я был уже очень голоден и мечтал что-нибудь перехватить на той самой заправке. Но тогда я и не подозревал, что произойдет такая ситуация. Однако сейчас есть вещи поважнее. Это хот-дог. Я в Пскове. Час ночи. Я на заправке сургут-нефтегаз. Вот что вы сейчас делаете? Чем вы занимаетесь дома? Я невероятно хотел есть. Всю дорогу у меня не было воды. Всю дорогу я хотел есть. И вот, наконец-то, взяв этот теплый хот-дог в руки и откусив его разок, я понял, как он же все-таки невкусный. Вот чтоб не ел, наверное, даже. Я в Пскове. Час ночи. Мой автобус уехал. Я не вру, я вам отвечаю. Вот такая ситуация произошла. Просто так мне сейчас отсюда будет не уехать. Буду сейчас думать, что можно сделать. Остановлюсь в Пскове. Будет тревел из Пскова, получается. Ситуация. Я не хочу останавливаться. Здесь, сейчас я попытаюсь вызвать такси, ехать 2 часа 30 минут, где-то 170 километров. Это будет, наверное, самое большое расстояние на такси, которое мне придется проехать. 2 951 рубль. Заказать. Вот это палочки, ребят, очень вкусные. Прямо реально охрененные. Водитель по имени Костя оказался очень дружелюбным и был не против того, чтобы я записал наш разговор на камеру. Костя, короче, я проехал свой автобус, выдрившую, вот, вызвал такси, чтобы туда доехать. Видимо, мы не случайно с тобой встретились для чего-то, мы друг другу нужны. Расскажи о себе, чем ты занимаешься вообще? Пожжи не знаю. Ну да, вот чем ты занимаешься, пожалуйста. Вот ты, я вызвал такси в час ночи, за три, ну, три часа туда ехать. Чем тебе, почему тебе не заняться чем-нибудь более приятным, чем гнать вот куда-то за три часа? Ну, я объясню так, что, в принципе, такси – это моя подработка. Соответственно, как бы основная, ну, можно сказать, моя работа – это, конечно же, учеба, в первую очередь. Соответственно, я независимо от того, что я все-таки на заводчике. Вот, параллельно у меня еще магазин есть. И, скажем так, это начальный бизнес, и, как бы, пока он не приносит тех больших плодов, да, которые хотелось бы. Соответственно, как бы прожить на данные деньги я не могу, поэтому вот работаю еще параллельно в такси. В поездке Костя рассказал мне, что он планирует со временем переехать жить в Санкт-Петербург. Рассказал, что у него интернет-зоомагазин, где он продает древесный наполнитель для животных. И самое важное, я понял, зачем я познакомился с Костей. Можете верить во все это, можете нет, но, как выяснилось позже, Костя нуждался в деньгах для того, чтобы сделать большой заказ у производителя для своего интернет-магазина. Совпадение? Не думаю. В общем, короче, если вы из Сапскова, чистый кот, чистая шерсть, да, это тот интернет-магазин, где можно купить. Я думаю, что хороший наполнитель. Ну, в принципе, да. У нас он лучше, чем в ленте. Всем доброе утро. Проснулся от какого-то рэпчика, играющего на улице. Вот там вот, за окном, находится тюрьма. И, видимо, заключенную включают какой-то рэпчик, слушают музыку и убираются. Отель рядом с зоной, это, конечно, очень необычно. И я тут подумал, что смотрю-ка, короче, в этом, в номере все деревянное. Скорее всего, это делают зэки. Вот что я подумал. Да, друзья, начинается рубрика обзор номера. При входе сразу же вы видите телевизор «Горизонт», да, но пульт от «Витязя». Вот такой вот видок из окна. Для тех, кто не знает, это тюрьма. Вот написано «Закон суров, но это закон». Там играет музыка. Здесь я спал. Максимально неудобная кровать. Здесь, это мягко сказано, тут торчат просто пружины. Это жестко, конечно. Вот еще одна кровать застеленная. С утра, когда я приехал, открывал окна, тут все было в паутине. Ну, предлагаю на все смотреть с юмором, потому что номер стоит 800 рублей. Я нахожусь в поселке. Плевать, плевать, ничего страшного. Зеркальце достаточно нормальное. Вот, смотрите, картина. Причем это как бы метрополис. Что это такое? Похоже на Питер. Кувшин с водой, но воды нету. И два стаканчика. Все культурно, все красиво. Дальше мы с вами приближаемся к санузлу. Здесь есть термометр, 26 градусов в комнате. Батарея для того, чтобы было не холодно. Какой-то прибайник огромный. Просто посмотрите, да, здесь только раковина и все. Больше ничего нету. И розетка. Есть два полотенца. Разные ручки, горячие и холодные. Вода течет. Ну, туалет с ванной здесь показывать не особо хочется. А ты чего, меня снимаешь? Че ты такой? Штатив? Нифига. Здрасте. Всем привет. Я думаю, что многие вообще тебя помнят. Помнят, конечно. А ты сегодня будешь в роли экскурсовода, потому что, как я знаю, ты здесь вырос, ты учился здесь. Так что рассчитываю, что ты проведешь крутую экскурсию по поселку. Да запросто проведем, конечно. Поехали. Поехали. Магазин Любава. Хороший магазин? Отличный. Серый, ты как долгожитель вообще Идрицы. Сколько ты, например, тут живешь, скажи? Ну, в поселке. Ну, да. Лет 10. Около этого, наверное. Ну, то есть, ты, в принципе, знаешь вообще практически все, да? Ну, да. Въезд поселок Идрица, страссы Москва-Рига. В 1938 году поселку Идрица был присвоен статус поселка городского типа. Ну, а сейчас просто поселок. Ну, что, где мы? ИК-3. ИК-3? ИК. Исправительная колония номер 3. Строгого режима. У нас в поселке находится. Типа для малолеток или нет? Нет. Почему? А где она сама-то, я не понимаю. Вот за этим зданием. Есть знакомых, что сидит? Здесь нет. Уже все вышли, да? Ну, да. Кто-то знает, по-моему, был, кто-то вышел. Угу. Стоматологический кабинет зубопротезный, улыбка. А здание, что за здание? Здание, фабрика. Раньше действовала. Сейчас уже. А что там на фабрике производили? Из ткани все делали там. Носки, все такое. Угу. Жара за бортом 30 градусов. Все хорошо. Что хочется сказать на самом деле. Здесь крутые пешеходные переходы. В Питере вообще не во всех районах вообще есть подобные пешеходные переходы. Это с солнечными батареями. Посмотрите. Реально крутые пешеходные переходы, которые работают от солнечных батарей. Нормальный, нормально расчерчена дорога. Ну, то есть, создается впечатление такого ухоженного города. И самая моя любимая фишка, это во всех городах, во всех поселках, везде есть магазин с каким-нибудь женским именем. Здесь магазин Светлана. В городе дно был бар Ирина. Парикмахерская какая-то у Марии. Что-то, в общем, в этом духе. Ну вот, школа в нашем поселке. На все классы я здесь тоже поучился. Последний год, девятый класс. Новая школа, два спортзала, большая, вместительная. Это, как я понял, самый главный большой местный рынок, да? Ну да. Петерочка. Но, как я понимаю, ценник тут такой же, как и в Питере или где-нибудь в другом городе, правильно? Да. Типа, ценник не меняется. Вот, Сера, ты как житель Идрицы. Вот, по твоему мнению, чего тут не хватает? Каких-то кафе, чтобы кофе попить. Днем можно было. Так же, приезжему какому-то сойти, посидеть, кофе выпить. Таких мест вообще нет. А какие плюсы есть, выдриться, на твой взгляд? А какие плюсы? Магазины все под рукой. Заправка рядом. То вот и все плюсы. По дорогам можно ездить, дороги хорошие. Ну, не везде, конечно. Два садика, большая школа. Магазины все. Хозяйственные, продуктовые. Парикмахерская есть. Все есть. Что самое необходимое, автомагазин. Все имеется. Магазин Нива. Он еще, наверное, существовал, когда еще и пятерочек с магнитами не было. Насколько я помню. Короче, старый-старый, да, магазин? Ну, да. Подделан, покрашен, переделан. Это, по всей видимости, какая-то главная площадь, да, где проходят все мероприятия? Да, центральная площадь. Раньше это было здание школы. Сейчас администрация, здание администрации. То есть вот это вот раньше была школа. Потом построили новую. Да. И здесь делали здание администрации. Да, да, да. Нормально, удобно. МТС, мегафон, теле 2. Красное, белое. Все есть. Все под рукой. Тебе что больше нравится? Красное или белое? Красное или белое. Делали дома, видите? Покрашены дома, крыши новые померены. Ну, не все. Потом доделают остальные. Ну что, пока я здесь нахожусь, все это время у меня складывается только положительные впечатления. На самом деле, поселок очень ухоженный. Возьмем даже просто дома. Есть, конечно, что-то типа вот такого. Но на самом деле этого минимальное количество. И ощущение, что у города есть хозяин. Даже не города, это поселок. Хочется назвать его городом, потому что, ну, как-то поселок, как-то сюда слово даже не очень сильно подходит. Такой, знаете, маленький городок, у которого есть хозяин, который за ним ухаживает. Это на самом деле прям чувствуется. И, ну, так вот посмотришь, особо не грязно, особо нет какой-то разрухи. То есть, такое место, где, знаете, типа, а не купить ли бы мне тут дом или квартиру? Вот что-то в этом духе такое. Сразу же ощущение. Тут приятно находиться. Ну, вот посмотрите, да? Все прям так брусчатка какая-то. И красивые тут высажены деревья. Это, получается, серый самый центр, да? Да, самый центр. Здание школы. Раньше вот это была школа. Учился в ней тоже. Раньше три школы было, я проучился во всех трех. И последний год в новой школе. А что там сейчас внутри? Строительный магазин внизу. Одежду продавали наверху. Сейчас пока не продают. Почта через дорогу. Вот это вот, ребят, супер-классное место, конечно. Посмотрите, какая старая-старая аптека. Идритская аптека номер 48. Перерыв на обед, выходное воскресенье. Выглядит, конечно, очень круто. Знаете, как откуда-то из советских фильмов. Прям реально классно. Тоже максимально необычное здание. Прямо видно, что там раньше было что-то максимально такое из 90-х. Но все закрылось. Все закрылось и больше не работает. Сдается в аренду. А в аренде здесь это абсолютно никому не нужно. Мы находимся на вокзале. Авто и ЖД вокзал. Все в одном. Ну вот, посмотри. Куда ходят автобусы. Все распечатка есть. Ну, это все какие-то местные, локальные, да? Ну, вот кроме там Санкт-Петербурга. Ну, да. Внизу местные. Себеж, Псков. Себеж, Санкт-Петербург. Великие локи. Ну, вот опять же, да, к слову о том, как здесь внимательно относятся, вообще, в принципе, ко всему. Мусорные пакеты. Посмотрите, тут даже есть скотч для того, чтобы они не улетели. Есть скамейки, причем они как бы, ну, достаточно простые, но при этом они выглядят достаточно приятно. Вокзал, он опять же, да, вот, чуть-чуть его подделали и смотрится уже, на самом деле, адекватно. Проехали поселок Идовица, знак, впереди знак, конец поселка. Магазины проехали, все показали. Сейчас будем возвращаться обратно. Ну, конец поселка, да, отличается от центра. В центре все хорошо, красиво. Ну, здесь тоже нормально, мусор не валяется, нигде ничего. Пойдем, зайдем в Другану, в гости. Скажи, пожалуйста, ты в Идрице сколько живешь? Времени, лет? Лет 7 уже. Че, по-твоему, выдриться не хватает? Работы, в основном работы. Негде работать. Какие плюсы есть у Идрицы, как ты думаешь, по твоему мнению? Природа, озера кругом, как бы, грибы, ягоды, лес. Ну, и отдохнуть здесь можно хорошо. Блин, как же тут пахнет яблоками. Вот прям по-настоящему прям вкусно пахнет яблоками. Ну-ка, дай-ка, попробуем. Блин, друзья, если вы когда-нибудь были в деревне, то это настоящий запах яблок. Райф. В магазинах такое, к сожалению, даже продавать не будут. Настойчивое деревенское яблоко. В каждом городе, в каждом поселке, вообще, мне кажется, в каждом населенном пункте есть дом культуры. Без этого вообще никуда. Идриский культурно-досуговый комплекс. Вот прям вот так вот мощно. Здесь дискотеки проходят, Серый? Сейчас, в это время, не знаю, раньше, да, были. Я не хожу на них. А кинотеатры у вас есть тут? Кинотеатра нет, кинотеатра нет. Ну, здесь показывали фильмы. Приехали на Белое озеро. Сейчас залезем, поплаваем, заплывем далеко. Почему называется Белое? Не знаю. Белое-белое. Вода чистая, наверное. Из-за этого белое. Ты часто тут бываешь? Редко. Вырвались, доехали. Все, пошли плавать. Вот, тебя в дорогу. Ягод маленько набрали. Ну, делай, вари, компот, что хочешь, короче. Это, получается, брусника, да? Да, брусника. И что из нее можно сделать? Вот самое твое любимое. Да, морс можешь сделать. Нормально как раз. Спасибо. В холодильничек попьешь. Спасибо. Приезжайте в Псковскую область, сходите на озеро, искупаетесь, наберете ягод. И вообще отдохнете. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте я заканчиваю свое путешествие. У меня есть брусника, которую я сейчас повезу домой. Обратно я еду на Блаблакаре. Я просто думал, вы снимаете там что-нибудь? Не-не. Нет, ну можем что-нибудь запилить, пока едем еще какой-то стрим. Ну, дружище, если снимаю, что снимаем меня. Сначала до города Псков, оттуда уже на поезде до Питера. С вами был Александр Жучкин. Если вы хотите видеть больше тревела, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и просто-напросто ставьте лайк. До новых встреч, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok